Во имя Отца и Сына и Святого Духа. У нас целая серия бесед на библейские темы. Они называются «Во свете Библии» и «Открытым оком». Открытым оком я беру такие темы, которые у меня уже освящены были раньше в книге. У меня вышла книга, я 40 лет собирал на нее материал. К истинному православию. Они все на моем сайте, легко найти. Здесь помогали духовные академии, священники. По предложению собирал книги, очень редкие используются и очень трудно найти. Поэтому сегодня я так решил, что по-другому никак нельзя. Моя задача людям дать знать, что существуют такие материалы, на которые надо обратить внимание. Ну а как по-другому сказать? Я поэтому читаю от строчки до строчки. Вот эта тема будет такая, бодрствуйте. Господь сказал, и так бодрствуйте. Почему? Дьявол ходит, как крышка и щелеп, ища кого поглотить. У дьявола такой арсенал оружия. У него такой огромный опыт. Как один говорил, нам никогда не переплюнуть этих сотрудников, которые работают на сатану. Они кончают университеты, ничем не занимаются. Они только следят за нами. Но все слуги сатаны знают, они учатся. И поэтому нам нужно надеяться на Бога. У дьявола одно из орудий это подмена. Подмена. Он вместо овцы волка подставит. Златоуст говорит, смотри, избирая пастыря, наставника, не избери волка. Вместо святых слов он всякую пакость подставит. Вместо чистого питья яду подсыпит. То есть подмена идет. И надо рассмотреть, как на это смотрит Слово Божие, Библия. Что говорят об этом каноны, жития святых и труды святых отцов. Это вот четыре пункта, откуда я беру эти материалы. Иисус сказал им в ответ. Берегите, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос. И многих прельстят. Берегите, чтобы вас не вели в заблуждение. Это время близко. Не ходите во святых. И скажут вам вот здесь или вот там. Не ходите. И не гоняйтесь. Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. Никто да не обольщает вас пустыми словами. Ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. И так не будьте сообщниковы их. Да не обольстит вас никто никак. Возлюблены не всякому духу верьте. Но испытывайте духов, от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось в мире. Я прочитал Матфея 24.4.5, Лука 21.8, 17.21.23, Ефесянам 5.6.7, 2.3 и 1. Иоанна 4.1. Предупреждение. С разных источников. Еще до сотворения человека. Люцифер, сын Зари. Хирургим осеняющий. Исайя 14 глава, Иезекииля 28 глава, пытается внедрить в сознание ангела в ложь, клевету на Бога, подменить Бога собой. И извержен был великий дракон древней змеи, называемый дьяволом и сатаною, обочавший всю вселенную, неизвержен на землю, и ангелы его неизвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что неизвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Откровение 12.9.10 Вот тот человек, который считает, скажет так, говорится о Христе, а еще задолго до Христа Адам был, а дьявол пал еще до сотворения Адама, а при чем Христос? Надо помнить, у Бога все в одном дне. И в хронологии выстраивать по-нашему не получится. Господь говорит, я есть, а у нас нет. А человек, как говорят, был, если жена беременна, говорят, будет, да и то неизвестно. Совершается подмена, заменяется истина Божья ложью. И он воссядет, наконец, как Бог в храме, выдавая себя за Бога. 2 Фестоникистан 2.34, Даниила 11.36 Нет ни одной области, ни одной сферы деятельности, или дьявол не совершал бы подлог. Подмену понятий. И не насаждал бы извращение, затемнение истин Божий, прикрываясь историческим, прошлым церкви. Иоанн Златоуст говорит так, чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Кирилл Иерусалимский, святой, говорил так, если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне. Я эти два выражения, Златоуста и Кирилла Иерусалимского, обращал к епископам, к священникам. Скажите, вы можете это сказать в своей пасте? Нет, а почему? В первую очередь, надо научить людей, чтобы знали Писание. А потом самому говорить, соответственно, священному Писанию Слово Божие, тогда можно говорить эти слова. А так, на ветер бросать, люди не знают, как сравнивать и с чем. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. И не войдет в него ничто нечистое в небесный Иерусалим, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Притча 30 глава 6, стих откровения 21-27. Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, нещадящее стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить привратно, чтобы увлечь учеников за собою. Деяние 20-29-30. И зная происки от сатаны, чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. 2 Коринфян 2, 11. Святые мужи веры на вселенских поместных соборах приняли правила, предохраняющие проникновение духа лести и лукавства в Церковь Христову. Многие заменили истину Божью ложью. И поклонились и служили тварью вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Римлян 1, 21. И вторглись в самое святое. То есть истину Божью, само Писание подменили другими книгами. Необходимо рассмотреть хотя бы некоторые проделки беззаконных. Лот не знает, с кем спит, с дочерями оказалось. Он не знал. И Аков огорчен подлогом к тесте. Вместо одной подложили другую невесту в брачную ночь. Совсем не с той спал, на ком же женился. Бытие 19.30 и 29.23. Третий отстаз 3.18. И перед законом оказались преступниками. Иакова 2.9. За подлог. Те, которые это делали. Иногда говорят за подлог неверующих. Так вот за подлог. Они в Гене договаривают. Подлога не должно быть. А сегодня все. Даже в жизни заменили. Заменили. Естественное употребление женского пола. Беззаконием разрываясь мужчина на мужчинах, делая срам. Даже здесь и то подмена. Как говорится, царь-то не настоящий. В одном фильме так говорит. У христиан праздник праздника светлое Христово Воскресенье. Победа над дьяволом. Лукавый дух установил свою победу. 7-8 ноября. Ну тоже победили. Но кого? Победу над святостью. Над порядком. Устроив ад на земле. У христиан праздник возрождения от Духа Святого. Объединение всех уверовавших в церковь. Святая Пятидесятница. День Святой Троицы. Дьявол тоже установил День Памяти Объединения Темных Сил. Шабаш, Ведьма, Колдунов. В Альпургевая Ночь. И тоже два дня. 1-2 мая. 21 декабря. Иулиание. Без явился в виде светлого ангела. И говорит. Не боюсь, чтобы, как Павел говорит, змей хитростью своей прессил Еву, так и ваши умы не уклонились. Не повредились, уклонившись от простоты во Христе. И неудивительно, потому что сам Сатана принимает вид ангела света. 2-й користина в 11-3-14. Я почему прочитал Иулиание, то есть она поняла, где дьявол ее обманывает. 1-го сентября Симеону Столпнику тоже так же Сатана обманывал. Сам Бог сохранил жизнь, когда он поверил же Христу, пришедшему взять его на небо. Уже ногу занес. Сатана сделал огненную колесницу, примчался невысокомудрствую. Бес приходит в храм, встает на место настоятеля. Но люди падают, а он только один человек видит, настоятеля нету, а стоит демон. Это в храме, в православном. Житие святого Макария, египетского, 19 января. 29 октября. Иоанн Хазевит, бес припал к ногам, прося благословения у него, и вдруг ухватился за ноги, а прокинул. 31 января Никита. Во время пения бес начал подпевать, создал благоухание. 27 марта, Иоанн Прозорливый, бесы просили у него прощения. Прости на самого, что искушали тебя. Вот некоторые так же делают. Весь день пакости творят, а к вечеру, ну прости Христа, роди. Это последователи вот этих существ. 19 января, Макарий, египетский. Бесы говорят ему, встань, не спи, пой. Но он разгадал замысел, без вас знаю, когда встать. 23 ноября Феофил. Бесы явились с зажженными свечами. Вот как могут являться. Как только исчезла проповедь об искупителе, о возрождении, о рождении свыше, о принятии Христа не просто как спасителя мира, но лично своего спасителя, перестали исполнять оглашенные изыдите за полную невозможность отличить улицу от церкви, верующих от неверующих. И пришли все эти беды. Нарушение 6-го Вселенского Собора правил 14-15. Почему? Юнцов ставят. А в священники можно ставить не раньше 30 лет. Даже на один день раньше нельзя. Ибо Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле. Это перед вторым уже пришествием. Лука 18-8. Пища превратилась в желчь. Иов 20-14. Ибо виноград их от виноградной лозы садомской, из полей гоморских, ягоды их, ягоды ядовитые, грозные их горькие. Второзаконие 13-32. И то, что архиерей, табдикирием, трикирием машет и благословит виноград сей. Но тут написано еще какой виноград. На это надо смотреть. Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы. Зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля. Осия 10-4. Демон подделывает все. Даже Библию пытается подменить. Возьмите, вот у свидетелей Егора называется. Они Библию эту теперь полностью отвергли, а всемирный новый перевод. Там ничего нету от Библии. Они называют Библией. Вот видите, у Джона Смита, там, Джозеппа. Точно так же, Мормоны. Подменяется Библия. Вот эта Библия наша, она содержит 77 книг. Ну, от нее 11 книг оторвали сектанты. Стало 66. Даже не насторожились. Ну, почему не оторвали 10 книг, а именно 11? Здесь 77 полнота. Две семерки. Там 66. Так тревожно сразу делается. Ну, почему? Хотя и этих хватит. Хватит одного листика из Библии, чтобы спастись. Далее считаем. Второе фессионатистам 2.2. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. Подделывали. Под Павла распишутся. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте меня. А если иной придет во имя свое, его примите. 1 Иоанна 5.43. Речь идет об Антихристе. Ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь, говорит святой Златоуст. И вот как понимал это Федор Михайлович Достоевский, великом инквизиторе. А инквизитор говорит, обращаясь ко Христу, мы исправим твой подвиг. О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться. Мы им позволим грешить. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое, и за гробом обрящут лишь смерть. Говорят, что ты придешь со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Я ушел от гордых и воротился к смиренным. Мы разрешим слабовольной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения. Страница 322-325, Москва, 1963 год. Иоанну Златоусту, категорически запрещавшему любую клятку, говорили. А вот такой-то хороший священник клянется, Златоуст говорит, я вам считаю закон владыки, а вы мне чужие грехи. Евреи тоже говорят, говорит Златоуст, будут ссылаться на Моисея, что он так для нас научил-то, что они приняли Христа. А Моисей же там им скажет, я же говорил вам, что вы услышали Христа. Пророк, и среди тебя из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. И вот слушайте. В Тарзаконе 18.15. И опустят они голову. Что интересно, сегодняшние шейхи, там богословы какие-то, мусульман, это обращают 200 пророчеств про Магомета. Ну, зная порочество Христовы, я прочитал, и мусульманское читаю. Ой-ой, серебро твое стало изгарью, вино твое испорчено водою. И обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь. И отделю от тебя все свинцовое. Иса 1.22.25.6. Прекрасная вещь, любовь к Отечеству. Но есть еще более прекрасная, любовь к истине. Чаадаев. 28.12.28. Житие святого Протерия. Как подмену делали. Страница 490. Житие за февраль. Камычки открыты. Пронырливый и лукавый Тимофей Элур. Занимавшийся и волхвованием. Следующим образом хитро обольстил египетских монахов, живших по монастырям или подвязающимся в пустыне. В темную безлунную ночь Тимофей, одевшись в темную одежду, стал обходить керри иноков. И каждого называл по имени. Когда иноки спрашивали его, кто он и что ему нужно, он через дверь отвечал. Я один из ангелов, послан от Бога, чтобы вы не имели общения с Протерием, с Материархом-то, и не принимали бы постановление Халкидонского собора. Епископам в Александрии вы должны поставить Тимофея Элура. Камычки закрыты. Так хитрый встец при помощи демона прельстил их. Иноки же, не поняв козней вражеских, приняли ложь за истину и рассказывали друг другу видение ангела. Согласились, ослеплены были яростью против святого Протерия, эти монахи православные, и убили его, и зубами впивались в его тело, а тело сожгли, и прах его развеяли по ветру. Это православная, православного патриарха, уже мертвого зубами впивались в него. И это так и пишется в житиях святых. Подмена всюду. И это сделали не еретики, а православные монахи. Так просто и по-детски были обольщены. Также и Александрийский патриарх Феофил, гонитель святого Иоанна Златоуста, православный патриарх, не найдя неугодных братьев долгих или долгих, убил попутно десять тысяч монахов, своих же православных. Десять тысяч! Да это же большое сражение. Которые ничего не знали, вдруг рваются воины и режут, за что никому не говорят. А вы знаете, такие долги, патриарху нужны. А они уже ушли, эти братья, и скрылись в война за Таустом. 15 июня. Иераним Стридонский. Сам величайший защитник православия попал под топор тогдашней инквизиции. Кавычки. Меня ежедневно спрашивают о моей вере. Требуют письменное исповедание. Я отвечаю. Они не верят. Вот это я все испытал. Я православный. И меня допрашивают православные. Раз за разом. А ты что, Божью Матерь, не признаешь? Почему? Я считаю. Ну что вам нужно? Ну давайте икону на ваших глазах съесть ее должен или что? Ну как я докажу? Я читаю молитвы. Ежедневно молюсь. Но подыскиваются. Одними клеветами. 25 января. Григорий Богослов. Народ ерест принимал за истину. А еретиков почитал как истинных христиан. Апостол Павел говорит. Только бы нам и одетым не оказаться на гиме. 2 Коринфян 5.3 И мы оказались внизу, а не наверху. Потому что мы согрешили перед Господом, Богом нашим. Не слушая гласа Его. То есть не считая Святой Библии. Книга Варуха 2.5 Засеянные поля внезапно явятся как незасеянные. И полные жительства окажутся пустыми. 3 Езры 6.22 Сегодня почти везде идет подмена крещения, лжекрещениям. Без научения, без погружения. И миллионы уже умерли. И патриарх Алексей Второй об этом говорил неоднократно. Все бесполезно. 14 ноября. Филипп Андорский. Дьявол пришел в образе монаха. Стучит к нему в дверь. Но монах в такой порядок, как бы пароль. Он должен читать славу Отцу и Сыну и Святому Духу, о которой хозяин отвечает и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. И тогда дверь открывает. А здесь не так. Дьявол должен первый читать. А он читает и ныне, и присно, и во веки веков. То есть не хочет говорить славу Отцу и Сыну и Святому Духу. Филипп не открывает дверь. И так до трех лилораз. А из-за дверей настойчиво учит пришедшего, не зная даже, кто это, и учит уставу. Ты там, чтобы я тебе открыл дверь, говори за мной. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Повторять же эти слова уже было некому. Гость провалился под землю. Далее. Как он говорит об этом. Так. Все у меня. Здесь. Видны. Минуточку. Одну. Как же говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо-вразумительное, то невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания, даже писания превращают. 2 Петра 3,16. Вера от слышания, а не от чего-то другого. А слышание от Слова Божия, то есть от Святой Библии. Не от пения, не от видения. Рильм 10,17. Беззаконник же, заколающий вала, то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса, приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь, воскурающий фимиам, то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали. И делали злое в очах моих, и избирали то, что не угодно мне. Исайя 66,34. Я попутно прочитаю небольшое стихотворение Евгения Евтушенко. Это «Комсомольская правда», 14 декабря 1995 года. Он обращается к современным правителям, которые стоят там, крестятся, но он делает так, что они не в храме Христа Спасителя, его не было, а на мавзолее. Вы креститесь, взрыватели церквей, а заодно и Родины моей. О, как топорны ваши пятерни, когда креститься пробуют они. А рядом обольстители толпы из той же самой партии попы. Вы тыщите крестясь то в нос, то в пах, все ваше христианство в попыхах. Вы в церкви так вдыхаете и лей, как будто влезли в лоб на мавзолей. Данила, 1337. Блудили с дочерями Израиля, и они страха имели общение с вами. Вот почему так много приходится рассчитывать сегодня и католической церкви за это. 19 января, Маккарий Александрийский, страница 633. Только этому святому одному, а их 1137, Бог открыл убедение, что в храмах, бывает, вместо причастия подается эфиопами бесами уголь, недостойно прищищающемуся. А тело Христово ангельской рукой возвращается в алтарь. А люди с причастием, мой причастник, причастник, да недостойно прищищаемся. Лучше, говорит, Златоуз, говорит, чем ему дать тело Христово, лучше мое тело отдать псам. Святой Иероним Стридонский считал, что нельзя освободиться от пороков, не обнаружив публичных корпоративных грехи клира народа. Это материаловое историческое наследие и о нравственности священства, о котором сегодня умалчивают. И потому и готовы повторять, ибо нет расконяния. Вот такой материал. У нас в основном Ян Златоуз, а у католиков Иероним Стридонский, Иероним, который перевел в Ульгата, их Библия, которая пользуется, перевод. Это один из самых больших святых в Западной Церкви. И его, такое вот написано о нравственности священства. Я знал, что такой труд есть, его искал в библиотеках, нигде не мог гнать, я заказывал нигде. Был я в Жордан-Вилле, близ Нью-Йорка, тоже спрашивал, и говорят, есть, но ее на руки не дают. Как так? А так? То есть книгу святого они не дают. А почему? О нравственности священства. Как будто сегодня это написано. Когда он это написал, язычники от руки переписывали его. И все друзья от него отвернулись, говорили, ты раздел мать церковь, мать церковь ногой показываешь, где те, которые говорили это, ни одного даже имени нету, прах развеянных, а Иероним Стридонский святой. И он говорил, если в этом вы не покаетесь, а вы ведете себя священники и архиереи хуже безбожников, то какое христианство будет дальше? Что нам это помешало бы знать? Поэтому на нас такие нападки от Невзоровых и другие. Нам нужно себя кое-где проскреси, как Солженицын говорит, да не один раз. Но если мы не такие, почему же не сознать все в этом? Да, мы не такие. Да, мы виноваты. Избави нас, Господи, от всего, чтобы не было подмена, чтобы вы были истинные пастыри, чтобы было истинное крещение, истинное прещищение, чтобы истинно изучали Слово Божие, чтобы святых отцов истину употребляли, а не при скозульке бабье. Как в Атолусе говорит, употребляйте бредни пьяных старух, и чтобы каноны не искажали. А то, получается, так, в 70 лет книги правил не было. В те годы было трудно найти даже священника, который знал бы правила. Правила эти. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.